товарищества и нема красный октябрь российские традиции качества что моя камера 25 25 тысяч я недавно и прошлый раз тоже покупала такую же камеру не помню прошло 29 стоило год назад 30 с практически 29 чем-то у нас одинаковые камеры вот мы рассуждаем я купил еще вот это вообще без 4к мне 4к не нужно но я купила 4к вот мне он очень нравится знаете мне вот этот памятник кажется красивее чем эйфелева башня но эйфелева башня символ парижа под простую обычную какую-то конструкцию французы распиарили уважают и любят а мы вот и вот такого красавца прямо невероятного куда уж краше мне кажется вообще можно сделать символом москвы тоже наравне с другими достопримечательностями а вон фонтаны просто уникальный грандиозный памятник я восхищение я скажу честно я даже не кривлю душой мне он очень понравился вот реально он грандиозный я даже не пойму за что его другая это это люди от бездуховности или от зависти его ругают или от голода внимание хейтеры посмотрите какая красота а хейтером не угодишь правда до игнорировать прекрасный прекрасный памятник третийковская галерея а филиал а это искусство двадцатого века а старая и мы раньше но сейчас находили картины смотреть даже свои и парк музеон здесь памятники которые тут держит на памятнике как раз носили в москве они туда здесь здорово последний пристанище ну так там наверное просто скопление лениных сталиных и дзержинских или не шулька то ли еще какие-то такие вот такие вот такие а где у вас памятник ждун нет но мы же где-то с тобой проезжали сидел ждун помнишь когда первый раз мы к вам ехали ждун такой как серенький такой мешочек сидит и ждун я просто купил ждуна у меня есть дом нет памятника ждуну в общем это не упущение надо поставить памятник ждуну слушайте как у знатоков да вопрос на засыпку товарищи где памятник ждуну крымский мост кто любит прыгать а вот отсюда люди любят самоубиваться а здесь не самоубьешься мне кажется или можно а товарищи не прыгайте оцените жизнь а вот за этим серым серым зданием вот там вот башня это шабаловка девочки сказали оттуда транслировали голубой огонек а спокойной ночи малыши с останкина с останкина программа у меня как-то сережка вез по питеру и говорит а вот улица бассейна бассейна я с которой рассеянный говорит там жил и мне тут нам тут же комментарии на этой улице он вообще на другой живущим и нам пришлось гуглить и правда они оказались правы и мы еще раз проехали и заново пересняли сюжет это очень хорошо да когда когда комментарии как бы на самом деле расширяют я вон на васильевском острове снимала этого василия который каноник канонерский этот начальник был во время петра и и говорю саши а это мюнхаузен мне тут же комментарий да вы что ирина позорище я поехала еще раз пересняла хочу реабилитироваться не на самом деле как бы я не стесняюсь ошибаться чего и даже дизлайк все равно поднимать реагирует на я очень болезнь на дизлайке а я даже не замечаю на комментарии иногда да сейчас уже привыкла вот она дизлайке я даже не замечаю чуть ли не понимаю вот что должно быть голове чтобы написать прям такой откровенную гадость можно пройти тему и себе вот сначала сказать значит и в голове тоже не радость будем так как хочешь чтобы относились к тебе и за жизнь будет проще интереснее это золотое правило при футбе ранка рнется вот сейчас начнется и как тебе тебе же не понравится почему ты вот можешь на мой себе право дать о ком не говорите гадости ну конечно вот когда уже сам стал можно сказать творцом когда делаешь канал то уже становишься и сама своей душе мягче к другим людям потому что иногда ну хотя бы даже не высказывай но в голове я ловила себя на таком осуждении что блин там что-то что-нибудь подумаешь про кого-нибудь а сейчас на любое творчество я смотрю только со стороны как поддержать человека да он художник он так видит я его поддерживаю или не поддерживаю но но молчу даю художник имеет право ведь как это странно то что мы не сговариваясь и оделись в лунные камни до надувные человечки танцуют не знаю видно не знаю не видно здорово красавчики не взрослейте это ловушка вот что там написано парк горького до товарищи это ловушка что там министерство обороны а кто у нас министр обороны сейчас каши и на себя то скажи русская вот у него качество да как а там или шойгу министр обороны сейчас да ну я все никакая красава отстаю и там память на запущенном ваших очень красиво я бы с удовольствием зашла бы здесь походила мне интересно вот там подолганка не хочет совершать кабнете 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 что интересно говорят там энергетик очень тихо у него какой красивый это что это мост почему он под стеклом какая красота лук в общем нам нам не нужен экскурсовод он бы нам только мешался мы прощали все это время не мешайте экскурсовод красота какая вот это вот здание высокое здание академии наук российская академия наук в общем вот такое вот нестандартная крыша что-то такое интересное как наверное ученые видят как работают мысли да нейронные связи протона нейроны поляка-маляка да художника обидеть каждый может кто-то же проектировал эту крышу будьте добрее похвалите давайте мы ее похвалим сложная конструкция недоступная нашему среднему уму что это куда мы едем мы не едем мы идем идем это район лужников ружники где продавали продавали много-много салит товаров рынок был самый главный центральный мы из питера сюда приезжали свои комбинезоны сдавали мы же швейным бизнесом занимались там уже ломать а зачем ломают на этом месте будет что-то другое ой мама дорогая они стоят без страховки посмотри на крыше идут без страховки по такой как страшно ой упал мама дорогая он покатился девчонки страшно-то какой держится за мешок да это вот только мы проговорили лучше не говорить о плохом ребята держитесь так лужники большая спортивная арена олимпийского комплекса лужники до 92 1992 года большая спортивная арена центрального стадиона имени ленина ага а вот зачем его ломают или его наоборот строят ломают ломают тут что другой вот это место ну как люди отдыхают построили в 1956 году ага смотри лежбище лежбище котиков молодцы субботний день вот так хорошо используют а вот это прохладник там даже да там даже лежаки организовали не просто люди неорганизованно пожалуйста ложись на парочку да и они такие двуспальные эти лежаки они широкие двухместные да можно лечь и вдвоем ну если нет парочки занимай целый лежак это все еще территория парка горького берут волосы а вот это метро воробьевы горы там парк горького а там лужники или уже кончились лужники университет наш ломоносова а я вот про него думала когда дом на котельнической набережной снимала да да университет имени ломоносова вот это канатная дорога канатная дорога мы на ВДНХ мы видели вот она будет над Москва-рекой она уже работает Москва-сити Ирочка Москва-сити вот там за деревьями проглядывает комплекс он и жилой да и бизнес бизнес офисы там я читала что кто-то там из наших звезд купил в Москва-сити квартиру себе там есть смотровая площадка мне сынули говорил что заходишь покупаешь бельеф и поднимаешься наверх в смотровую площадку станция лужники а что за станция ну это вот каната а и вот на ВДНХ строй такой же только там она как клуба крупная вот вот в блужниках похоже тоже праздник происходит да я все по телевизору слышала очень так на этом кажется путешествие окончено потому что они поплыли назад все кораблики так а уточки кажется приучены приучены прикормлены вон люди кидают им еду прямо сопровождают нас как океанские лайнеры сопровождают дельфины ну вот речные лайнеры сопровождают утки и 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Там еще одна палуба, видишь, наверху-то Это не еще одна, это наша палуба, это хвост нашей палубы Мы и не подумали? Мы бурунчики снимали, бурунчики, водичку Барашков? Барашков, да А уточек на бурунчиках? И уточек на бурунчиках А я про удочки вспомнила Да Вчера едем в метро Получилось так, что у нас мы рядом не могли сесть, Ирина напротив меня села И это со мной сидит мужчина, держит такой тупость длинный Длинный Я так на ее не смотрю Думали, думали И вот там уже выходят Кушать не можем, Машка, ты как любопытно Да Мне нравится этот тупость И вот уже выходят в стаике, и я набираюсь на гости фигурать в гости Скажи, скажи, что у вас это? Удочки Надо же, удочки А сегодня мы опять увидели мужчину уже с другой тупость более узкий, высокий Вообще с молниями там сбоку там всех вот этих вот крючков Я говорю, Ира, а там опять удочки А она под... А, я говорю, Ира, как ты думаешь? Кругом рыбаки Я говорю, Ирина, как ты думаешь, что в этот тупость? Она говорит, удочка А я-то думала, она говорит, удочка Я говорю, ну да, конечно Наверное, сезон рыбаков Она ну так смотрит, что здесь рыбаки так Музыканты же А я говорю, а ты что сказала? Она сказала, я дудочка сказала Я говорю, ну да, удочка Я вчера расслышала дудочка Я смонтировала видео с дудочкой А, ты вчера услышала дудочка? Я вчера услышала дудочка Это у меня фифект речи Нет, у меня фифект слуха У тебя нормальная речь Сегодня же я расслышала удочку Как будет один бухлый к другому? Ты что делаешь? Рюк и ловишь, а он Ты слышишь? Нет, я рыбу ловлю А, ты рыбаешь А это ты рыбаешь Ну, так и у нас дудочка Ну, поговорили, остались довольны друг другу Чёртая дудочка Но сегодня, да Да, у меня фантазия, конечно, взыграла Я представила себе эту длинную дудочку Но думаю, ну мало ли, какие бывают этнические дудочки Да, 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 вот Но сегодня уже вообще вот такая узкая Узкая была дудочка Но что же это за дудочка такая? Ну вот хоть выяснили Хоть выяснили, да Оказывается, вот это финал-то, вот он Нет, ну когда я выставлю то видео с дудочкой Мне скажут, вы чего, Ира, совсем умом тронулись? Это уже удочка, а не дудочка Буду ждать А, вот все, теперь люди поймут Позмеются Вот дудочки А дудочка У меня как-то У меня как-то было, помнишь, видео, что я эти украшения по 100 рупий на Мейн базаре-то снимала и говорю О, ну вот бриллианты по 100 рупий Мне тоже комментарий такой, что вы что с ума сошли? Не бывает бриллиантов за 100 рублей А как же вы живете без чувства юмора? Ну надо же, какой правил Господи, да, меня обманули А я купила как бриллиант Как будто бы доверчивой женщиной Да, совершенно, был бы тут не нужен нам экскурсовод Совершенно Вот так хорошо Нам очень хорошо, да, в четверо Так что у нас времени хватило Да Да, вот надо было нам еще карту троеку всех по патруху посмотреть А, кстати, да, что там про карту троеку? Как она работает? Блин Мы сегодня так много, много движемся, а ноги не устают, как вчера, да? Вот ведь парадокс Активно-пассивно Активно-пассивный отдых У нас визуальная у нас на этот раз работа Наслаждение И речевая Да Язык, это же мышца При нашем общении у нас скоро не будет помещаться на рту У меня самая крепкая мышца, это язык в теле Самая развитая, да? Да, самая развитая На лавочке, наверное, с полчаса сидели, болтали, на воду, смотрели Ходили гулять в нескучный сад, приедем здесь, видеть Мы едем там А это что? Нескучный сад Нескучный сад Ой, какая красота Какой фонтан Он как движется, вот так вот, разбрызгивает Он очень дикий Хотя, вот детские площадки тоже много Белочку Не могу сказать, что очень много Но есть детские площадки Потом Больше, действительно, парк И вот там, со стороны города Есть И там Место, где снимают Что-то, где, когда Вот этот павильончик Да Такой маленький Маленький, да, кругленький И там даже, по-моему, нет Не подведен свет У него свои Когда начинается передача Видимо, ставят генераторы Вот эти, которые дают Вот так, отрезанный У него свой такой Маленький А дай его откуда мы А теперь? Внемлем При совершении В течение 90 минут Поездок с пересадками Транспортной картой Спешется тариф 90 минут И в течение этих 90 минут Можно совершать Неограниченное количество Поездок на наземном Городском Пассажирском транспорте И совершать одну поездку На метрополитене И в тарифе 90 минут Сколько стоит поездка Вот они тоже Да, да Тариф Я поняла Что есть какой-то особенный тариф А сколько по денежкам это? Сколько вешать в граммах? В рубликах Какую сумму выделяют На эти полтора часа? Да Я могу проехать Бесконечно Ну, то есть мы вылезли Бесконечно на какую-то Определенную сумму На 50 рублей Полтора часа нужно Выйти зайти Выйти зайти Так Согласно утвержденным тарифам Цена единого билета На одну поездку Составляет 50 рублей Билет 90 минут 60 рублей Цена разового билета На поездку В наземном транспорте 35 рублей Владельцу тройки Разовой проездной Обойдется дешевле Так как одна поездка В подземке будет стоить 32 рубля В наземном транспорте 31 рубль 90 минут 49 рублей Пополнить карту можно Но в итоге Я все равно На трех транспортах За столь 9 минут За 49 рублей Да? На трех За полтора часа Почему ж с меня взяли-то В общем 20 рублей С метро Это не наша Это не наша Станция Нас везите дальше Вот Очень как-то замысловат Объяснил Я прям много слышала Но столь Как-то надо на человеческий язык Перевести с юридического Так Значит Мы выяснили Оказывается Вот этот вот тариф За 90 минут Проезжаешь Один раз Можешь проехать на метро И сколько угодно На надземном транспорте Да там 2-3 А МЦК Это что? Это наземное Центральное кольцо Которое у нас по Москве А И это стоит 56 рублей Поэтому в автобусе с меня сняли 36 И остаток что остался 20 рублей в метро Вот поэтому и было так вот снято А если бы я еще раз вздумала на автобусе за эти полтора часа проехать То скорее всего мне бы просто засчитали проезд Но не сняли бы денежек Бесплатно Бесплатно Вот это очень гуманно Да Гуманно для тех кто добирается до работы с несколькими видами транспорта И чтобы не было там Чтоб человек не работал только на транспорт На билетике Да работай обратно Здорово Молодцы Продумал кто-то это так Глубоко Так Сколько народу там ждет? Все хотят покататься Ну все свои нужны Какие-то другие ждут Видишь Ну каждый ждет свою фирму А че? А че? А че? А че? А че? А че? Вот а че? Вот а че? Че ну че? Чале? 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 Я сегодня утром с мужем разговариваю Он мне что-то говорит Я говорю ну ладно Дарлин Чало Потом Ой я хотела сказать Бай бай Гуд бай Чало Иди Отстань Вот это вот президент отель Напротив прямо вот этого прекрасного Петра Где твоя камера? Ты чего? В сумке отдыхает В сумке отдыхает Боже какая красота Я в восхищении У меня просто нет слов Прекрасные памятники И видимо можно вокруг него ходить Хотя снизу наверное толку нет ходить Надо вот именно вот так вот проезжать Проплывать И чуть-чуть издалека Вот отсюда наверное кораблики отправляются тоже маленькие лодочки И с этой стороны Красный Октябрь как пряничный домик Какая красота Смотрите там есть наверху ресторан Наверное можно подняться и покушать чего-то сладкого И наблюдать за Петром О, народ идёт Да Оттуда выходят на этот раз Наверное Шарики там Шарики Смотрите как он красивый Вот Ну да Отель Прямо напротив Рядом с Красным Октябрём Берсеневская набережная Театр эстрады вернулись Все мы сделали свой кружок Театр эстрады Да Ну что, чало? Чало Все, все, забрали, Светочка забрала Да? А то у меня был рюкзачок ещё Да-да-да, вон Светочка с моим рюкзачком, мерси Вот так Ловите меня, ловите тихо Ловите, кружите Молодец А так А так И всё Оидеть Война